Духовный мир раскрывается тогда, когда человек может построить себя на правильной взаимосвязи между злом и добром. Не убивать зло и не прилипаться просто к добру, а на правильной связи между ними, когда они друг друга дополняют. Нет зла без добра, и добра без зла. Нет света без тьмы и тьмы без света. Они должны взаимно дополнять друг друга. И эта вот средняя линия между злом и добром, светом и тьмой, она и должна быть выдержана правильно. Если человек правильно идет в настройке себя между этими двумя свойствами, линиями, то у него постоянно растет эгоизм, а он постоянно может извлекать положительную силу, противоставлять эгоизму и строить себя на средней линии. Вот это и есть всякополистическая методика. Это и есть воспитание? Как только человек начинает себя правильно воспитывать, то есть строить себя состоящим из трех линий вот этих, правый, левый, правое добро, левое зло, и средняя линия, являющаяся их связью правильной между собой, как только он это делает, он начинает в средней линии ощущать высший мир. То есть такое состояние природы, окружающей его и себя в ней, которое действительно состоит из правильного равновесия между положительной и отрицательной силой. На уровне неживом, растительном и животном, эти две силы взаимодействуют естественно, инстинктивно, и поэтому не нуждаются ни в какой работе. А на нашем уровне, на человеческом, там необходимо именно раскопать эту добрую силу в природе, уравновесить отрицательную силу и таким образом развиваться. То есть человек в нашем мире, он хуже всех, но может подняться выше всех.